Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Путин заявил, что победа будет за Россией, хотя переговоры еще возможны. Российский президент в эту пятницу в преддверии ежегодного саммита БРИКС, открывающегося на следующей неделе в Казани, дал интервью журналистам стран, входящих в эту группу, а также стран, планирующих присоединиться к ней. В ходе общения с иностранными журналистами российский лидер выразил уверенность в том, что Россия победит в украинском военном конфликте, но при этом подчеркнул, что она открыта для переговоров. Путин вновь отметил, что Кремль готов провести переговоры по урегулированию конфликта на базе предварительно согласованных стамбульских соглашений, но украинская сторона к ним интереса не проявляет. А раз так, то Россия готова продолжить СВО до победного конца. Российский президент сообщил при этом, что он готов рассмотреть вместо стамбульских соглашений бразильско-китайский вариант мирного плана, который предусматривает прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального внеблокового статуса. Путин назвал указанный план партнеров по БРИКС взвешенным предложением. При этом украинский победный план, который продвигает Зеленский, российский лидер назвал нереалистичным. По мнению Путина, указанный план является очередным доказательством неготовности киевского режима к реальным переговорам. Об этом же говорят и свежие заявления просроченного президента о желании заполучить ядерное оружие. По словам президента России, этого не будет. Киевский режим ядерную бомбу не получит. Путин отметил, что украинская страна идет на этот шаг, поскольку украинская армия не выдерживает интеллектуальную борьбу с российским генштабом и потому требует сейчас от западных партнеров нового высокоточного и дальнобойного вооружения. Однако Запад идти на ядерный риск не хочет, а желает и дальше воевать с Россией руками украинцев. Завершил свое общение с прессой президент России фразой о том, что взрослые люди на Западе наконец-то осознали, что победить Россию в военном конфликте нельзя. Об этом говорит их изменившаяся риторика. Это значит, что вскоре могут начаться переговоры. По словам российского президента, хорошим местом для указанных переговоров является Саудовская Аравия. Саудовская Аравия Играет музыка